11-я бригада на вызов. 11-я. Медики скорой помощи Руслана и Дмитрия почти 9 месяцев в так называемой инфекционной бригаде. Именно они выезжают пациентам с симптомами коронавируса. Каждый вызов словно бой. Готовятся к нему основательно. Бахилы, двойная пара перчаток, противочумный костюм. Обычная наша форма стала, которую мы одевали каждую смену и носили довольно-таки длительное время. Сейчас уже одеваться стало намного привычнее, легче. Не проходит и пяти минут, бригада отправляется на вызов. Помощь медиков ждут пожилые люди. Они болеют неделю, состояние тяжелое. С подозрением на пневмонию бабушку выносят на носилках и подключают к кислороду. Позже станет ясно, у нее 80% поражений легких. Благодаря быстрому и грамотному реагированию жизнь удалось спасти. Будет приятно, если все-таки он смог помочь, человеку стало легче, лучше. На своем этапе помогли мы, дальше помогли другие. 56 лет, женщина, температура. Единые диспетчерские центры. Именно сюда поступают звонки населения. Нагрузка колоссальная. За сутки принимает 400 обращений. До пандемии их было 250. Люди звонят в скорую даже с небольшой температурой и кашлем. У нас не только температуры, наши вызывания никуда не деваются. Это давление, это вызова боли в сердце, это ДТП. Сейчас вы видите гололед, естественно, несоблюдение где-то скоростного режима, где-то водитель отвернулся, ДТП. Это уже наши вызова, на которые мы едем в первую очередь. Температура, как ни отложка, уже по мере освобождения бригады. Когда на счету каждая минута, важно, чтобы остановок не было. Дело потому, возле многопрофильной и детской больницы установили палатки для ожидания результатов КТ. Здесь созданы все условия для пациентов. Палатка нужна для того, чтобы разгрузить скорую помощь, потому что вызывов очень много и скорая не успевает всем приезжать. Сюда обращаются в основном по направлению, от терапевта, который скорую помощь к нам привозит. Победить COVID-19 помогают врачи. Многие из них ежедневно рискуют собственными жизнями, чтобы подарить надежду. Все будет хорошо. По данным на 10 декабря, в Нижнекамском районе зарегистрировано 8 случаев заражения опасным вирусом. Все пациенты с симптомами ОРВИ лечатся дома. Альбина Валеева, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.